всем привет с вами комаров виталий и сегодня у нас такая вот тема банк втб лишает сказки наших детей это относится к нашему банку российский один из ведущих банков втб-24 на которую так уже куча жалоб от населения что произволом банк это особо не брезгует так вот он добрался как говорится до детского парка парк специально для детей он находится в домодедово парк называется пространство детской мечты владелец этого парка александр черкасов так что же давайте посмотрим видео мне не свое скажу ну вот стоим пока за ленты которая является границей здесь еще значит не оккупировал банк втб территорию парка ландшафтного парка под названием пространство детской мечты парк для семейного отдыха для экологии сознания для экологии питания ну что воз питание это есть питание и духа души это и есть питание человеческого живота случилось то что мы ожидали пять лет но мы не ожидали такого нахального такого ну просто бандитского наезда со стороны втб банка мы специально начали наш репортаж с этой бумаги где написано что все является собственностью банка втб и ведется даже видеонаблюдение и даже все указано на бумажке куда смотреть в какое дело на самом деле банк лукавит и очень ведет себя мягко говоря некрасиво если мы говорим о правовом государстве о правовых отношениях что все должно быть в рамках закона все должно быть было мне предъявлено приставами где должен был как минимум был там увидеть бумагу расписаться за ее получение и забрав свои вещи которые не являются залоговыми какими-то обязательствами перед банком уехать в освоясь случилось да наоборот пока мы были в поездке в командировке с моей супругой приехали все было вот такой лентой обклеена заборы все опечатаны замки сбиты и некая чоповская компания чоп дубровник выставила здесь свою охрану вооруженную охрану дубинками с пистолетами видимо ну неважно какими огнестрельными травматика и вот это вот вероломные нападения банка втб на наш парк на наше пространство я расцениваю как безумие как нарушение всех тех последних актов всех последних постановлений президента нашего о том что нужно помогать малому среднему бизнесу коим мы и являемся причем я являюсь главой фермерского нашего союза домодедовского и сам здесь организован как фермерское хозяйство вишки и корешки так вот все то что получается говорит с экранов наши ими шустин висы премьеры наш президент и даже сам костин который является представителем как мы знаем государственного банка и есть мы надеемся какой-то порядок и где поддерживается именно то уважение к делателям ой мы мы являемся я агроном по профессии и кандидат биологических наук я делатель это что вы видите на своих экранах это сделано руками и головой многих людей где уже вложена душа и сердце где глубокие смыслы показаны через сказку через мультяшных замечательных наших героев советских времен где нет места какой-то похабщий какому-то вот безликому барби вот эти квадра квадроголовые одноглазые устрашающие какие-то мультяшные западные герои они здесь у нас не присутствуют и вот если говорить значит о том как разрешить и как решить вопрос уже затянувшийся на более чем пять лет то видимо надо решать все таки путем переговоров и путем внимательного изучения документов поскольку банк взял лихая так провел сам торги поставил наше пространство за 115 миллионов последние торги прошли в мае и проведя формально процедуру значит банкротства и торгов взял и переписал все без решения суда на все это хозяйство наше переписал это свои активы конечно банку непрофильный актив совершенно не нужен он ему ни к чему полагаем что это под заказ работают ребята банка втб и полагаю что высшее руководство костин в частности не знает тех лиходеев которые ведут вот такую некрасивую игру и совершенно незаконным методом и способом отжимают у нас то что нам уже по праву собственности вроде бы принадлежит но по есть еще другая как бы собственность это собственность народа это то что я более 20 лет как ученый как агроном как биолог создавал это те люди которые участвуют в этом процессе созидания сотворения огромного пространства на почти трех гектарах земли сделали эти люди эти художники с душой от всего сердца уникальное совершенно неповторимое пространство состоящие из шести музеев агропарка сельскохозяйственных животных мы стоим как раз вот рядом с рекордом россии башмак здание башмака которая внутри несет себя огромную коллекцию удивительной совершенно обуви необычной много который хранит многовековые уклады у нас сзади вот вы видите замок этот проект называется домодедовский кремль дом деда деда были ника сказочника хранителя всевозможных традиций и былин это тот дед который по нашему четкому совершенно представлению должен вернуться к детворе рассказывать сказки чей сказки показывать именно тот смысл который в этих сказок былинок звучит набатом добро и зло существует всегда и было всегда на земле наверняка но и будет но добро всегда нужно побеждать и вот этот вот не политический а смысловой такой вот аспект нашего бытия нашей жизни в нашем пространстве проявлен более чем более чем более чем с растениями с прудами ракариями альпинариями мы показываем что такое здоровая среда обитания человека а самое главное мы но мотивация ребенка вместе с папой мамой творить не просто сказку а отворить то что сегодня являются сказкой а завтра должно явить и себя были то что я в детстве мечтал и то что на сегодня вы видите это и было моя детская мечта которая реализовалась на практике на земле домодедовской удивительно то что немер города домодедова не милиция города домодедово не следственный комитет города домодедово не прокуратура года города Города Домодедово не отреагировало никак за две недели на мои заявления, на наши заявления, причем коллективные заявления. Ведь на улице осталось более 40 человек, потеряв работу, потеряв возможность содержать свои семьи. Мы живем с женой в лесу, слава Богу, как-то выживаем, помогают люди добрые. И, конечно, мы надеемся на благоприятный исход. Вот результатом этого исхода, на наш взгляд, должно все-таки быть именно то, о чем уже говорено и написано много писем, в том числе и Костину, и другие структурные подразделения нашего государства великого. И самому президенту Путину надо сесть за стол переговоров и договориться о том, сколько денег все-таки я должен. И определить сроки выплаты, и дать возможность выплачивать эти деньги. И все тогда мы сохраним. И тогда все эти вот замечательные слова и президента Путина, и президента ВДБ Банка Костина наполнятся смыслом, что действительно вы нас слышите, вы действительно понимаете, что мы здесь внизу просто стонем. Мы страдаем, это мягко говоря, мы не понимаем, в каком государстве мы живем. Ну, конечно, от всей души, от всего нашего коллектива, с любовью, уважением и почтением господа или товарищей, как лучше. Не забывайте, что все-таки дети – это наше будущее. И пилотный проект под названием «Пространство детской мечты», где учтены все смыслы нашего великого русского языка. И тот самый русский культурный код здесь проявлен на пространстве. И здесь работает все абсолютного блага и для здоровья нашего подрастающего поколения. Благодарю за внимание. Так, ну вот, вы посмотрели это видео. Это не последнее видео, еще впереди целых два. Я их уже буду выпускать без своих комментариев, без свое вступление. Вы видели, что там, что, как происходит. Кстати, все ссылочки на сайт этого парка. Видео, интервью всевозможные, которые я найду, нашел. Рекламный ролик. Все будет в описании под этим видео. Так вот, меня удивляет то, что какая-то мелочевая сумма, ну, в данном случае для организации, может оказаться критической и вылиться вот в такую вот проблему. Когда могут не то, что тебя лишить, нет, жалко вот детей, которые туда ходят, которым там нравится. Который практически мечтает туда пойти. Почти что каждый ребенок, который там побывал, он счастлив. Мало где такое можно увидеть. Вот банк ВТБ поступил так. То есть, из мелочевой суммы просто взял, высосал вот эту огромную сумму и без всяких на то основание, просто-напросто прикрываясь какими-то чоповцами, перекрыл доступ ко всему. Вы скажете, а что мы сделаем-то? А сделать можно что? Я вот лично на своем опыте убедился, что писать куда-то какие-то заявления, какие-то прошения, какие-то, любую, любую макулатуру, это, знаете, по моему опыту нет смысла никакого. А вот огласку эти люди боятся. И очень здорово. Я призываю не только всех блогеров, у которых подписчиков побольше, чем у меня, которые посерьезней в статусе, как говорится, в блогерство, прийти туда заснять, по возможности привести репортаж, и чтобы как можно больше все это знать. Но и каждый, кто туда ходит, в этот парк, в Домодедово, вы же снимаете селфи. Так снимите видео селфи с тем, что у вас этот парк собираются отобрать. Просто вероломно, нагло, не объясняя причин, ничего. Так что вот это вот то, что мы можем сделать. Произвол в нашей стране, он как был, так и остался, так, наверное, и будет, пока мы все будем молчать. Но мы не Хабаровск, мы не Беларусь, ну хотя бы сделайте так, сделайте репост, максимальный репост. Поэтому видео сходите в этот парк, кто живет в Москве, в Московской области, приехайте в это Домодедово, снимите там репортаж и опубликуйте его. Опубликуйте то, чего вас хотят лишить. В первую очередь это лишает вас, вас и ваших детей, ваших внуков, которые могут не попасть в этот парк уже никогда. ВТБ, банк, он просто-напросто возьмет все это, снесет, и поставить там элементарные какие-нибудь бетонные коробки. И все, будут делать на этом бабло. Парк изумительный, парк красивый. Так что давайте поддержим человека, Александра Черкасова. Все ссылочки будут в описании к этому видео. И ждите еще его репортажей. Спасибо. Продолжение следует...